Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. С вами Диана Ковелла, программа 100 вопросов и у нас в гостях, точнее мы в гостях у советника губернатора по вопросам благотворительности, у настоящего министра счастья, очаровательной Ольги Богородецкой. Оленька, привет. Привет, Дианочка. Ольга, я задам тебе 100 вопросов, ответы на которые могут быть как односложные, так и более развернутые. Готовы? Да, у меня как выпускников сейчас ЕГЭ будет. Дрожат коленки? Дрожат немножко, я шпаргалки подготовила. Самое главное для наших пользователей портала это искренность. Поехали. Итак, первый вопрос, Оля. Считается, что такие признанные комики, как, например, Джим Керри, в жизни достаточно закрытые, малоулыбчивые люди. Счастлив ли министр счастья? Я всегда и всем говорю, что считаю себя безумно счастливым человеком, потому что, наверное, когда я была маленькая, мои родители меня научили радоваться тому, что у тебя есть. Как-то, я не знаю, может быть, какая-то у них была глубокая философия, может быть, это рассказывали их родители, там, мои бабушки с дедушкой, о том, что никогда не нужно гневить Бога. Никогда в твоей жизни не возникают таких ситуаций, которые бы ты не смог решить. И если ты проснулся, если у тебя есть большая дружная семья, если у тебя есть работа, если у тебя есть близкие, родные люди, и ты занимаешься тем делом, ну, не знаю, делом своей жизни, сложно быть несчастным в этот момент. Я считаю себя, да, счастливым человеком. Оленька, скажи, пожалуйста, чем занимается фонд Дари Добро, который ты возглавляешь? Фонд Дари Добро, у него есть основная миссия. Мы помогаем детям-сиротам приспособиться и подготовиться к самостоятельной жизни. Есть такая проблема, что дети, выпускаясь из детских домов, они в жизни теряются. Кто-то элементарно не может сходить в магазин, кто-то не понимает всю сложную систему устройства ЖКХ, что если есть квартира, то нужно за нее платить. Кто-то не умеет выстраивать отношения с людьми и не может устроиться на работу, потому что, ну, потому что это не преподавалось им, это не говорилось или говорилось, ну, в какой-то там малой степени. И у каждого из нас есть такой вот значимый взрослый в жизни, это наши родители, ну, в основном, смотря на которых мы как-то понимаем, как нужно действовать дальше по жизни. А вот у них, да, у них есть воспитатели, у них есть директора их учреждений, но мы-то у родителей, как говорится, одни, а их много. И уделить индивидуальное внимание каждому ребенку порой бывает очень сложно. И поэтому мы поняли, что с проблемой нужно работать, что детям-сиротам не скучно, что не нужно им привозить праздники, шарики, фонарики, как у нас любят говорить, что у них очень много подарков. Ну, в общем, потребность-то не в этом, а у них потребность именно в доверительном общении, у них потребность в том, что вот какие-то прописные истины, которые нам кажутся очень простыми, они им недоступны, ну, потому что их не научили. Так получилось, просто они попали в эту ситуацию, но они не виноваты в этом. И задача нашего фонда — брать деток с определенного возраста и их, ну, как сказать, вести сначала до выпуска из детского дома, потом после выпуска, естественно, мы с ними не распрощаемся, после выпуска еще в течение нескольких лет, до 23 лет мы обычно детей ведем, мы им помогаем. Помогаем по разным вопросам. У кого-то проблемы с жильем, не могут получить квартиру от государства или, наоборот, там их жилье закрепленное, не могут признать аварийным, а там жить невозможно. У кого-то проблемы с учебой, у кого-то возникают финансовые проблемы, у кого-то психологические проблемы, социально-бытовые, ну, масса, ну, все прекрасно мы знаем, мы все живем. Как ты думаешь, Олег, извини, перебью, сколько человек могут похвастать тем, что после встречи с тобой их жизненная кривая изменилась в лучшую сторону? Ой, я даже не знаю. Фонд работает 8 лет. За 8 лет у нас появилось, мы ввели очень много детей и очень много выпускников, которые сейчас продолжают к нам возвращаться, они создают семьи, одна девочка назвала своего сына в честь моего папы, даже такое бывает. Например, один мальчик, вот у нас есть Саша Галкин, он хороший парень, он отучился в автомеханическом техникуме, он сейчас планирует поступать на высшее, у него есть своя рэп-команда, они записывают какие-то треки, ездят в Москву, пытаются как-то себя продвинуть дальше. В целом, позитивный мальчишка, и он всегда нам помогал, он всегда никогда не забывал, там, не нашу помощь, мы всегда к нему могли обратиться, всегда к нам приходил, просто так в гости. И когда прошла такая информационная волна по поводу дома на Ливаново, который назвали Ливановское гетто, мы решили разобраться немножко с другой стороны в этой ситуации, потому что тем сиротство, оно, ну, как бы, мне уже стало очень родной и близкой. Мы поняли, что очень все однобоко показано там, и чуть-чуть краски процентов на 80 сгустили, а детям обидно, и там, их, ну, их вы же тоже не спросили, их просто, можно сказать, опять на них какой-то ярлык навешали и отгородились от них. И Саша сказал, он говорит, я не хочу, чтобы было так, я хочу, чтобы мы стали достойными членами этого общества, я не хочу, чтобы на меня, там, когда я говорил, что я из детского дома, люди прятали сумки. Он говорит, я хочу, чтобы меня воспринимали как человек, у которого там были трудности в семье, он с полутора лет воспитывался в детском доме, он говорит, ну, я стал нормальным, таким же, как и вы. И мы вышли к губернатору с предложением сделать Сашу неким таким общественным уполномоченным по правам детей-сирот, потому что они Сашу послушают больше, они Саше проблем своих больше расскажут, чем нам. И вот мы, думаю, 25-го числа Сашу, про Сашу расскажем всем, покажем его. Саша немножечко расскажет и о себе, и наметит уже, наверное, какие-то планы, как он будет пытаться эту систему поменять. Так некий феномен Юры Шатунова получится, да? Может быть, да, да. И таких случаев очень много, очень много выпускников у нас с интересной, с разной судьбой. Безусловно. Оленька, можно немножечко поменять крен и задать тебе вопрос про личную жизнь? Ты замужем? Нет, я не замужем. У тебя есть молодой человек? Молодого человека у меня пока нет. Я была замужем, но, к сожалению, мой брак закончился. И сейчас, ну, наверное, сейчас я не могу сказать, что нахожусь в поиске. Понятно. Но хватает ли у тебя времени на личную жизнь? Времени на личную жизнь? Ой, тоже такой вопрос интересный. И так как моя работа, она тесно связана вообще с моими личными пристрастиями, и она одновременно является и моим хобби, и любимым времяпрепровождением. Поэтому я не могу даже найти границы, где начинается работа, где заканчивается, там, не знаю, личная жизнь. Тогда расскажи, Оленька, с чего твой день начинается? Мой день начинается с будильника. Во сколько ты просыпаешься? Я стараюсь просыпаться около шести. Потом? Да. Ну, потом я собираюсь и еду на тренировку. Где-то с половины восьмого до половины девятого я занимаюсь спортом. После занятий спортом я приезжаю в офис, если нет никаких совещаний. И дальше день строится таким образом, что приходят люди по каким-то там вопросам. Мы с ними общаемся, мы даем советы, какие-то ситуации начинаем подробнее разбирать. Порой у нас есть выездные дни, когда мы просто выезжаем в областные детские дома на целый день. И там уже на месте берем детей, берем воспитателей. И каждую ситуацию мы начинаем прорабатывать. И насколько продолжительным вот этот твой рабочий день является? Я стараюсь уходить с работы не позже девяти. Потому что если я прихожу позже, живу я с бабушкой, бабушка очень ругается. Она говорит, как же так, как же так? Ты ведь работаешь, надо уже как-то немножко подумать. А бабушка хочет правнуков, Ольга? Бабушка хочет, у неё есть много. А Оля хочет детей? А? Ольга хочет детей в Богородице? Ольга хочет детей, да. Но, конечно же, мне задается этот вопрос в последнее время всё чаще и чаще. Всё-таки я понимаю годы. Но я всем говорю, что я же не могу вот просто так хотеть детей. Детей хочется рожать от любимого человека. Тогда уже всё будет откладываться. Если будет любимый человек, значит будет семья. Если будет семья, значит будет ребёнок. Ну, то есть тут одно и другого не исключает. Поэтому я нормальный человек. Я нацелена на создание ячейки семейной. Но пока вот так. Ты сверхнормальный человек. Оленька, скажи, пожалуйста, кто ты по образованию? По образованию я экономист. Наша общая подруга как-то раз рассказала мне, что ты пришла к ней на собеседование для того, чтобы стать менеджером по продажам сотовых телефонов компании Dixis. И она якобы сказала, не надо тебе это, Оля, бери выше. Расскажи, что стало с тобой после того собеседования. Ой, вообще даже немножко расскажу, как я туда пришла. Совершенно была забавная ситуация. Я после школы, как все нормальные выпускники, решил поступать на ВУЗ куда-то. Поступала в политех и в УЛГУ. По баллам на бюджет прошла в УЛГУ, на социальную работу. Как сейчас помню, думаю, вот социальным работником, думаю, буду. Увидела себя в списках, что все, я прошла. И мы с родителями уехали к родственникам в Иваново. На две, по-моему, недели. Вернулась, прихожу довольная с документами. Мне говорят, что вы пришли? Я говорю, ну как же, я же прошла, я поступила. Они говорят, ну в течение трех дней вы должны были принести документы, а вы не пришли, поэтому мы очередь сдвинули. Вы не представляете, вот мне кажется, все вселенское горе в тот момент было сконцентрировано у меня в душе, потому что я понимала, что как так? Это же бюджет, это высшее образование. Просто я его, ну, по какой-то глупости, по незнанию я его упустила. Мне было безумно грустно от того, что я понимала, что моим родителям будет сложно оплачивать учебу именно на платном. Думаю, ну ладно. И мы пошли с подругами в техникум. Поступили в техникум на менеджера, потому что мама меня всегда спрашивала, ты кем хочешь быть? Я говорю, я не знаю, мама. Я говорю, как-то я вот, как-то я еще не определилась. А у меня мама работала всю жизнь, проработала на скорой помощи врачом, папа у меня всю жизнь проработал пожарным. И они вот всегда приходили с работы, рассказывали какие-то интересные истории. И с самого детства я понимала, что, блин, я тоже хочу помогать людям, я тоже хочу заниматься каким-то очень полезным делом, чтобы приходить своим детям уже рассказывать, чтобы они там мной гордились. Вот, ну, так как не было такой профессии помогать людям, я пошла на менеджера. Отучившись там, прошло два года. Это, естественно, меня без опыта работы, молодую, без высшего образования, никто особо-то не ждал с распростертыми объятиями, а работать надо было. И я понимала, что что я могу? Я могу разговаривать, я неплохо выгляжу, пойду продавать телефоны. Хотя мне это было очень далеко, все, ну, думаю, ладно, на первое время. И там, да, действительно, мы проходили обучение в течение месяца, мы познакомились там с Натальей, она меня учила, как правильно продавать, как правильно общаться с людьми, что им показывать, что не показывать. И когда в компании Дарс возникла вот эта вакансия, открывался благотворительный фонд, и искали менеджера, менеджер, который будет заниматься продвижением, что ли, вот этого фонда. И вот она сразу сказала, Оля, иди, иди, телефоны, это не твое. И вот в тот момент все вот так вот завертелось, очень интересно, и я вот сейчас являюсь тем, кем я являюсь, и я понимаю, что это большая, ну, это масса стечений обстоятельств, которые сложились друг за другом, что мне попадались хорошие люди, что где-то я была очень сильно рассержена и расстроена, но в итоге я все равно там как бы продолжила свой путь дальше, и я довольна, я не жалею сейчас вообще ни о чем. Собственно, Диксис привел тебя в благотворительность. Оленька, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то региональный или зарубежный опыт, который тебе кажется вау-проектом, и который неплохо было бы реализовать на ульяновской земле? Вау-проекты, я, наверное... По части благотворительности. По части благотворительности. Мне очень близка идея корпоративной благотворительности. Расскажи об этом. Это когда на любом предприятии, в какой-то бизнес-структуре, где угодно, коллектив, он выбирает для себя какую-то определенную тему, и они все вместе над этой темой работают. Либо они выбирают себе ребенка, которому они всем коллективом помогают, либо они берут под шефство какой-нибудь родник и всячески его облагораживают, следят за ним. Ульяновские уже есть зачатки? Ульяновские есть зачатки, но они пока настолько малы, потому что в умах людей есть такой стереотип, что благотворительность, пусть этим занимается директор, начальник, шеф или еще кто-нибудь. А мы вроде как бы так работаем, и все у нас в порядке. Но когда я читала этот зарубежный опыт, там и социологи приводят такой процент, что производительность труда возрастает на 30% у людей автоматически, когда коллектив совместно занимается какой-то благотворительной действием, какое-то доброе дело они совершат. И я надеюсь, что мы тоже придем к этому, потому что Москва не сразу строилась, что потихонечку, по одной, по две компании мы будем, так сказать, вовлекать в свой добрый мир, будем давать людям именно вот эти удобные и интересные механизмы участия, потому что кто-то хочет лично помогать, а кому-то проще, например, перевести деньги, а кто-то вот хочет помогать, там, не знаю, каким-то своим умением, которое у него есть, уникальным. У меня, мы соберем на заметку, повышаем производительность труда, становимся добрее, приносим пользу регионам. Оленька, и снова о личном. У такой красивой девушки наверняка очень много поклонников, о которых ты можешь даже не знать. Тебе пишут в соцсетях с предложениями познакомиться? Пишут. Как ты реагируешь? Я честно скажу, я не отвечаю на такие предложения. Ты часто делаешь селфи? Ну, даже вот смотря с чем сравнить. Я бы не сказала, что часто. Почему-то, 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 у меня еще пока есть какой-то барьер по отношению к селфи, я не знаю, почему стараюсь так вроде так находить правильные ракурсы, но нахожу, когда их выкладываю фотографии, но чаще нет, чаще не нахожу. Ты любишь шоппинг? Шоппинг люблю, давно не была. Просто наши магазины очень редко работают всю ночь. Ты всегда прекрасно выглядишь, ты следишь за трендами? Я не могу сказать, что я слежу за трендами. Я, честно, не читаю ни модных журналов. Может быть, что-то мне иногда в ленте попадается, вот такие вот семь, не знаю, каких-то модных образов этой весны. Да, я думаю, семь это не так много, у меня есть время, я посмотрю. А если брать какой-то журнал или целую статью, не читаю, наверное, больше по каким-то своим ощущениям. Вот мне хочется, например, быть в драных джинсах и кедах, и майке, я так и оденусь, я постараюсь, чтобы в этот момент не было, в этот день не было никаких серьезных совещаний. Но на всякий случай у меня на работе есть дежурный деловой костюм. Пингвина. Оля, в твоей жизни были балы? Балы. Ну, у меня был выпускной бал, естественно, самый первый бал, к которому я готовилась с таким трепетом. Какие еще балы в моей жизни? Ну, понятно, самым ярким был выпускной. Оля, расскажи о новой акции «Помоги собраться на бал». Акция «Помоги собраться на бал». На мой взгляд, она очень классная, и мы ее не придумали сами, мы ее подсмотрели в Москве. Очень много звезд постили какие-то свои фотографии с тем, что вот они свои какие-то брендовые наряды отдают выпускникам из малообеспеченных, либо многодетных семей, чтобы собрать девочек, ну, как-то вот, как феи крестные такие, золушек собирают на бал. И мы подумали, ну, ведь действительно, сейчас выпускной стал таким неприподъемным, это же стоит безумных денег. И кто-то из медиаперсон или просто людей с красивыми платьями отдают свои наряды выпускницам, так? Да. Отдала ли ты кому-то свое платье? Я отвезла свое платье. Мы, ну, лично никому не передавали, потому что это было бы очень сложно логистику все выстроить. Мы просили неравнодушных людей, у которых есть эти красивые наряды, привозить их в магазин, благотворительный магазин «Мистер Спасиба». Вот. А уже выпускниц, которых мы обзванивали, мы их приглашали туда, чтобы они там могли померить, выбрать. Акция закончилась? Акция еще идет. Вот. Потому что не только платьями все ограничилось, мы подключили ведущих визажистов, парикмахеров. То есть 24-го у нас девочки абсолютно бесплатно будут преображаться. Мальчишек уже многих постригли. Покупается обувь. Мы вышли с инициативой к людям, очень многие откликнулись. И вот они звонят и говорят, я хочу ребенка собрать на бал, хочу помочь. Мы даем все контакты, они созваниваются. Естественно, мы это все контролируем, чтобы у нас никто не остался за бортом. Мы вышли с инициативой к губернатору. Он эту инициативу тоже подхватил вместе со всем правительством. И в итоге мы сначала взяли список из 100 человек, которые мы понимали, ну, потому что я понимаю, что всех мы не подготовим. Ну, надо ставить реальные цели. А думаю, 100 человек мы подготовим. Надо поставить себе задачу. И мы эту задачу сейчас выполнили. Но когда подключился уже губернатор, я так понимаю, что были собраны списки со всего региона, именно вот списки тех детей, которые по тем или иным причинам не могут пойти на выпускной. И как-то этот момент тоже прорабатывается. И я знаю, что во многих областных школах эта тема вышла на родительские комитеты. И родители сами сказали о том, что вот, например, у нас в классе есть один такой ребенок. Ну, давайте мы с вами скинемся не по 5000, а по 5500. Для нас это небольшие деньги. Для ребенка целое событие. И мне очень нравится, что люди зажигаются этим. Они откликаются, они хотят помочь. И все говорят, ой, я хочу, я тоже хочу, а можно мне. Да, и мне кажется, что вот эта акция тоже должна стать традиционной. Как у нас есть «Помоги собраться в школу», так и «Помоги собраться на выпускной». Почему нет? Почему нет? Оля, ты довольна региональной властью? Региональной властью? Ну, да я могу сказать, что да. Я не могу сказать, что я полностью поддерживаю все, что происходит. И очень часто я нашу власть, ну, даже, ну, скажем так, в общем, власть, так конструктивно критикую. А что бы ты хотела поменять, если бы у тебя была такая возможность прямо сегодня? Прямо сегодня? Ой, у меня есть больная тема. Давай, выкладывай. Есть у нас аллея напротив Хилтона. Не так давно мы договорились и сделали эту аллею меценатов и благотворителей Симбирска. И все-то там замечательно, и людей-то мы с историками набрали, и исторические факты все туда вписали. А там так грустно, там такая неровная плитка. Там идешь, и из асфальта прорастает трава. И нет ни одной клумбы, ни цветочка, ничего. И наши бедные плакаты где-то уже сгрябались, и грязные сами пилоны. Мы уже договорились с нашими девчонками, кто у нас работает, что мы в выходной выйдем и сами их помоем. Но вот это общий вид. Когда я по ней прогуливаюсь, мне не хочется на ней задержаться. А это самый центр, тем более это напротив Хилтона. Хилтон – то место сейчас, куда съезжаются все делегации, все какие-то высокопоставленные люди. И они все там ходят, естественно. Мне очень грустно, и для меня это больная тема. Я прямо, наверное, скоро пойду там сама сажать что-нибудь. Если так все и будет дальше. Понятно, что бы ты хотела изменить. Попробуем тоже как-то посодействовать в этом вопросе. Готовы подключиться, говорю. Ну, аллея – это ведь маленькая локальная проблема. В целом, если говорить про благоустройство, если у нас каждый человек в своем доме, если у нас каждый руководитель около своей фирмы, не знаю, владелец магазина, просто посмотрит на то место, которое находится рядом с ним и приложит свои небольшие усилия для того, чтобы там стало чуть красивее, чуть лучше. Как правильно говорят? Не место красть человека, человек – место. И среда меняет людей. Конечно. Оля, меценатство, спонсорство, благотворительность. В двух словах в чем разница? Меценатство. Это слово означает, что человек жертвует свои деньги на культуру, на развитие культуры, на строительство каких-то культурных объектов, на поддержку талантов, ну, в целом, вот как-то с культурой связано. Ожидает чего-то взамен? Нет, не ожидает ничего взамен. Спонсорство? Спонсорство. Ну, спонсорство – это, то есть, я вам, вы мне. То есть, ну, такой вот, дашь на дашь. То есть, он оплачивает, взамен получает, хочет получить какую-то рекламу себе, там, ну, или какой-то позиционирование особо. А благотворитель – это человек, который не только, у него, его действие заключается не только в передаче денег, а это любое благое дело, которое человек способен совершить. Это может быть помощь конкретному человеку, это может быть участие в благотворительных акциях. А лея Хилтона. А это можно выйти на лею Хилтона и сделать все лучше. Кто бы здесь мог помочь, меценат, спонсор или благотворитель? Я думаю, что… Объединив усилия. Руководство города. Оленька, ты родилась в Ульяновске? Да. Ты любишь Ульяновск? Я очень люблю Ульяновск. Было много, много было поводов, даже не поводов, а было много возможностей уехать. Но когда я встала перед вопросом, что вот пора, наверное, переезжать, потому что сама я получала высшее образование в Казани и долгое время там тоже пробыла. Хотела переезжать туда, конечно же. А вот как вот оглянулась назад, понимая, нет. Вот здесь вот мне хорошо. Здесь я знаю всех, здесь я знаю каждую улицу, и у меня, ну, как бы есть здесь определенный какой-то там статус, репутация и все остальное. Оля, как ты думаешь, почему многие уезжают из Ульяновска? Они чего-то ищут. Они думают, что счастье где-то там далеко, что здесь нету никаких перспектив, хотя я всех пытаюсь переубедить, говоря о том, что вот у нас регион, у нас регион безконечных возможностей, у нас настолько нету конкуренции, что вот какую тему не возьми, и если ты начнешь по ней работать, ты будешь успешен, ты будешь лучше всех. Ну, многие этого не понимают, может быть, в какой-то степени не хотят. Как остановить? У тебя есть мысли, как остановить этот миграционный поток? Миграционный поток, как остановить? Да это можно с самого начала. Тут же нет какого-то одного решения, тут надо подходить комплексно. Если с самого начала в школах в наших детей будут именно закладывать вот эти какие-то ценности, именно вот история и родного края, который у нас преподается, и вот примеры успешных людей. Тот же самый Сергей Иванович постоянно говорит, он говорит, я из обычной бедной семьи, но кем я стал? Я стал губернатором. И очень много у нас людей, очень много людей, которые вот без каких-то связей, без богатых родителей, и даже скажу, без какого-то там, не знаю, небесного дара, они занимаются своей нишей, они успешны, и они, ну, на своем месте. Конечно. Оля, ты член общественной палаты свежего созыва. Чем ты там занимаешься? Она еще пока у нас не начала работать, она только с 1 июля. Что в твоих планах? В моих планах, ну, естественно, моя любимая тема – это развитие благотворительности и добровольчества на территории региона. И у нас под это, ну, будет выделено целое направление, и я очень надеюсь, что я у вас главля. Хотелось бы, конечно, в это верить. И я вижу в этом и развитие некоммерческого сектора, и развитие волонтерства, и вот это вот пробуждение в людях, вот этого добровольческого потенциала, который есть. Потому что очень много людей хотят делать добрые дела, но многие не знают, многие не верят, кто-то стесняется по разным причинам. А если мы каждому найдем подход, то я думаю, что привлекая вот этот добровольческий потенциал, мы даже вот без денег своим можем делать очень много хороших вещей. Это правда. Оля, поделись своими ближайшими профессиональными планами. Ближайшие профессиональные планы? Я хочу продолжить также идти по линии советника-губернатора и продолжать это все. Я хочу активно быть участником общественной палаты, потому что, естественно, есть у нас мнение о том, что вот люди все приближенные к власти, да там ничего не будет. Ну, как бы искусственно созданный орган, как это нас любят говорить, я хочу это поменять. И так как у нас собралось там много молодых людей, очень таких вот, с серьезными планами людей, многим из них мои друзья, с многими, я надеюсь, что мы познакомимся, и у всех приблизительно одинаковые цели. Все хотят, во-первых, поменять, ну, во-первых, вот эти вот гражданские инициативы доводить до власти и воплощать их в жизнь. Ну, и точно так же все готовы выступать с некой вот какой-то конструктивной критикой и говорить о проблемах, потому что есть у нас такая тенденция, что очень часто за какими-то радужными отчетами забывают сказать о проблемах, а людям нужно объяснять. Люди любят правду, и если им эту правду преподнести правильно и сказать, друзья, вот есть такая проблема, но мы над ней будем работать так-то, так-то, так, да все прекрасно поймут. И никто не будет там какие-то неприятные комментарии писать, никаких неприятных публикаций делать. И у людей сформируется товарищеское и партнерское отношения. Они будут понимать, что власть их не хочет, не знаю, задурить, а власть будет с ними сотрудничать. Оля, мой финишный тебе вопрос. Дай совет своим соотечественникам, очень короткий, как им стать счастливее. Счастливее. Друзья, чтобы стать счастливее, вам никто не сможет дать совет, наверное, по этому поводу. Вам просто нужно понимать, что вы, во-первых, пришли на эту землю не просто так, а, во-вторых, вы будете гораздо счастливее, когда вы поймете одну маленькую вещь, что все в этой жизни справедливо. И все, что с вами происходит, это результат ваших действий. Поэтому всем в жизни справедливо, будьте счастливы. Оля, ты удивительный собеседник, ты настоящая звездочка. И мне бы хотелось, чтобы число людей, которым ты освещаешь дорогу, множилось с каждым днем. Я уверена, что у тебя получится все, все, что сейчас затевается в твоей светлой голове. Спасибо тебе огромное за теплый диалог. Дорогие друзья, увидимся скоро на информационном портале управда.ру. Это была программа «100 вопросов». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!